Люди с экрана, у нас смотрят сотни тысяч телезрителей, которые в принципе от нас ждут, что вообще будет и что делать. И я абсолютно четко могу сказать, что мы должны сделать, для того, чтобы прекратить. Да, произошла страшная вещь, произошла реально драма, когда сперли, скажем так, деньги антиковидного фонда, и за это будут отвечать. Рано или плохо, и политически, и криминально, разберемся, ответим. Что сейчас надо сделать? Вот мы здесь слушали ликбез замминистра финансов. Смотрите, мы абсолютно однозначно будем требовать пересмотра бюджета не через три месяца, через месяц уже. Я вам скажу, где мы возьмем деньги. Вы когда выпускали последние облигации внутреннего государственного займа и раздавали их финансовым спекулянтам, две недели, неделю назад, по 12% годовых. Вот это ваша работа. Вы не будете следить за главными врачами, это будут делать губернаторы, это их обязанность, это обязанность местных органов власти. Ваша задача не платить финансовым спекулянтам, провести реструктуризацию, перенести выплаты, не делать таких займов, как вы делали. И вот оттуда взять деньги. Я уже не говорю там о выплатах корректировки бюджета в части силовиков, что вызывало колоссальное возмущение людей. Но вот Министерство финансов, правительство должно вести разумную финансовую политику, а не то, что вы натворили и то, что будем пожинать плоды мы в следующем году. 50 миллиардов выпустить облигации по 12% годовых и после этого рассказывать, а где брать деньги, у нас бюджет сбалансировал. Смотрите, я считаю, что в январе, как только закончится, первое, мы выходим на работу 25 числа. В 26-м мы должны начать пересмотр бюджета с тем, чтобы обеспечить нормальное функционирование людей, нормальную их жизнь, а не то, что произошло с бюджетом, который принимался в конце этого года. Спасибо. Спасибо.